Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с неделей перед Рождеством Христовым и с Новым Годом. Нет ничего лучше, как Новый Год начинать с молитвы, причастившись к Святых Христову в тайну. На ночной службе у нас сегодня тоже было более 100 человек причастников. Это очень радует и это очень правильно. Потому что главное, чему мы должны научиться в течение нашей христианской жизни, это благодарить Бога. Без этой возможности нашего сердца, расположенности его в благодарности Богу, никакая религиозная и духовная жизнь просто невозможна. Потому что христианская вера, она предполагает включение человека в жизнь божественную и участие Бога в человеческой жизни. Без Бога человек не предпринимает никакого действия и без Бога он ничего в жизни совершает. И как апостол говорит, все, что вы не делаете, и даже подчеркивает, едите или пьете, самая вещь обычная, все делаете во славу Божию. Вот нам нужно так научиться. И вот главный такой, ну можно сказать, компонент этой жизни, это есть благодарность Богу. Литургия, Евхаристия, это благодарение Богу. Христиане собираются по лицу всей земли для того, чтобы благодарить Богу. Всегда перед Рождеством у людей, у многих людей, особенно, ну таких, вновь вступающих на христианский путь, возникают такие вопросы. Ну как быть, вот будет Рождество, А вот сейчас Новый год, он как бы вторгается своими, ну уже обычаями такими, новыми, народными в нашу жизнь. В этом есть какой-то диссонанс. А вот в этом году вообще диссонанса никакого нет. И если мы внимательно слышали Евангелие, то это Евангелие повествует нам о Рождестве Христа Спасителя, о Его родословной, о том, как это происходило. И само название нынешнего воскресенья, неделя перед Рождеством, говорит о том, что мы уже вступили в празднование Рождества, которое занимает по времени две недели, и мы в предпраздстве находимся. Потом кульминация, а потом попраздник. До того, как наступит уже крещение Господня. То есть сам праздник Рождества – это не один день, а практически две недели. Поэтому мы вполне уже вступаем в праздник Рождества. Поэтому все вот эти празднования и гуляния мы можем вполне посвятить Рождеству Христову, и тут нет никакого диссонанса. Но даже наоборот. И те, кто был на ночной службе, говорят, взрывы петарды совершенно не мешали совершать божественную литургию. И когда христианин с Богом, ему вообще ничего не мешает. Мешает только тогда, когда мы на пути к нему. Старец Силан жаловался, что ему даже мешали молиться тиканье часов. Но когда он достиг Бога, все проблемы, они отпадают. Мешает всегда что-то не свое, чужое. А свое, родное, это никогда не может помешать. И вот духовная жизнь, она и состоит в том, чтобы слова о том, что мы свои волны, они стали не просто таким пожеланием апостола, а стали бы реально в нашей жизни. Христос для того родился в мир, чтобы в новом качестве человеческой жизни осуществить тот божественный замысел, который был изначало у Бога о человеке. Мы можем так сказать, что Бог человека сотворил, как Бога для тварного мира. Мир духовный, мир ангелов, мир, в котором пребывает невечерний свет божественной благодати, он отражается и в мире материальном. И вершиной творения этого материального мира является одухотворение этой материи. Каждый человек по своему телесному составу есть вполне материальный объект, пусть и органический. И на 75% состоит из воды. Вода также присутствует в нашем жизненном пространстве, я не знаю, в таком ли обилии, как и в самом человеке. Но есть у человека помимо его телесного состояния, есть еще нечто, что возвышает над тварным миром. Это и есть его бессмертная душа. Вот бессмертная душа выделяет человека из тварного мира, возвышает его. И для каждого творение Божие делает, с одной стороны, человека непонятным, а с другой стороны, творение, оно подчиняется человеку. Если бы человек не был грешен, то он бы мог вот этой силой, силой своей души, которой есть ум, он мог всю землю превратить в рай. Но вот те свойства, которыми Бог наделил человека, и в чем запечатлен образ Божий в человеке, одно из качеств этого, есть свобода. И поэтому Бог не мог сделать Бога тварного мира несвободным. А раз есть свобода, значит человек всегда стоит перед выбором. Он может выбрать путь добра или путь зла. Но уже в Адаме человек выбрал зло. Поверил больше дьяволу, чем своему Создателю и Богу. И в результате человечество отпало от Бога. И следствием этого явился даже всемирный потоп, из которого вообще спаслась только одна семья. Но и эта попытка взять самую благочестивую, самую верующую семью из всего человечества и вновь из нее вырастить новое человечество не привела к успеху. Мы видим уже, сын Ноя проявил такое всем нам понятное и свойственное всем нам качество, как хамство. И названо это качество именно по его имени, потому что он был, его звали хам. Тогда это не имело такого значения. Но что такое хамство, мы все испытали на себе, и каждый из нас сам неоднократно его проявлял. И вот это хамское отношение у нас распространяется не только на людей старших, не только на родителей, дедушек, бабушек, но это хамство наше проявляется и по отношению к Богу. И вот Господь пришел на землю, чтобы всех, кто захочет, из всего человечества, Господь пришествием своим на землю взял еще одну попытку. Но спасти людей не вынужденно, не селективно, а посвободишь. Он пришел, и каждого человека, живущего на земле, зовет к себе. Если ты хочешь победить грех, я твой спаситель от греха. Я для этого родился в мир, в пещере Вифлеемской. Я для этого претерпел гонением с самого младенчества. Был с мамой и мнимым своим отцом Иосифом и его детьми должен был бежать в Египет. Я возрастал плотниче вместе с Иосифом. Я в 12 лет потерялся в храме. Я, когда вырос, принял крещение от Иоанна в реках Иорданских. Я 40 дней постился перед тем, как выйти на проповедь о Евангелии, о той благой вести. Я три года проповедовал и создал первую церковную общину на земле. Я был оклеветан, я был схвачен, я был посажен в темницу, я был нещадно бит, истязан, я был абсолютно ни за что. Распят на кресте, я умер, я в третий день воскрес, а потом в день вознесения вознесся на небеса с той плотью, которая жила и страдала здесь на земле. И отныне каждый человек, которого поразит в сердце любовью, образ Христа, он может выбрать этот путь. Путь может быть разным. Один человек в день Рождества взрывает храм христианский вместе с христианами. И он думает, что он служит Богу. А другой человек не мстит ему за это, потому что Господь сказал, мне отмщение, и я воздам. Поэтому те люди, которые говорят, что веры разные, а Бог один, это не так. Потому что христианский Бог говорит, что можно прощать до семижды семидесяти раз в день. Можно. А Бог других говорит, что надо уничтожать неверных. Значит, это разные Боги. Но двух Богов быть не может, если мы не язычники. Значит, какой-то Бог тут что-то совсем не такой, каким бы, каким люди о нем думают. Значит, какой-то из них истинный, какой-то неистинный. И каждый человек своим сердцем, по своей вере, он сам себе выбирает, какому Богу ему служить. Богу любви или Богу ненависти. Потому что христианский Бог, имя ему любовь. Поэтому какие бы чувства в тот или иной момент нашей жизни нас не обуревали, мы помним послание апостола Павла, где он говорит, в нас должно быть чувство, если мы христиане, как во Христе и Иисусе Господе наше. А глядя на его жизнь, но будучи царем вселенной, можно даже представить, что он не захотел, чтобы его в Гевсиманском саду арестовали. Никто бы не смог это сделать. Много раз хотели его арестовать, но он спокойно проходил сквозь толпу. И пока он не дал сам себя воинам, не могли это сделать. Это его дело, это его подвиг он совершил добровольно. Для чего? Для того, чтобы не только на словах нас научить любви, но и на примере и на деле. Это очень важно. И мы должны быть христианами не теоретическими, которые знают как надо, а практическими, которые бы жили и делали так, как надо. В этом состоит христиан. А у нас очень большая часть энергии нашей души уходят на то, чтобы кому-то что-то сказать, кого-то в чем-то научить. Это не важно. Важно самому соткать свою жизнь из христианских поступков, чтобы она, жизнь, являлась примером. во-первых, для детей и для внуков, которые будут смотреть и тогда будут выбирать. Они будут видеть, что такое есть христианская любовь. Почему? Потому что каждый человек, родившийся на земле, какого бы цвета кожи он не был и какую бы он веру не исповедовал, истинную или ложную, он все равно создан Богом, Иисусом Христом. Как бы человек низко не пал, как бы его в детстве не уродовали папа с мамой и учительница в школе, как бы его не уродовала реклама или там эстрада, как бы его не уродовали мальчики и девочки на улице и в классе, в нем всегда остается что-то христианское, потому что мы созданы Богом. И всегда в человеке эти струны могут зазвучать. Зазвучать и исполнить на этих струнах благодарственный гимн Богу. Что собственно и есть потное христианство. И вот нам нужно достичь такого устроения души, когда ничто не будет на нас влиять больше, чем Христос. ни какие-то погодные катаклизмы, ни какие-то страшные техногенные катастрофы, ни ядерная война, ни полное бессиво вокруг и везде. Мы должны всегда являть спокойствие, мирный дух, любовь и христианскую праведность. Вот это будет лучшее, что мы можем принести в благоданную Богу за то, что Он нас освободил от рабства, греху, в котором, к сожалению, находится все человечество и пока еще и мы христианство. Поэтому с наступающим Рождеством, уже наступившим Новым Годом по Григорианскому календарю всех поздравляю, очень рад, что вы здесь пришли и пусть не в таком обилии, как в обычном воскресении, некоторые понемощи по семейным обстоятельствам не смогли это сделать, но мы выбрали лучшую участь, как Мария, которая избрала благую часть. Это всегда лучше усесться у ног Христа и слушать, что Он нам скажет, нежели заниматься попечением и хлопотами по дому. Но это не всегда возможно. Мы никого не осуждаем. Каждый живет свою жизнь. Каждый перед своим Богом стоит или падает. Мы не осуждаем чужого раба, потому что каждый человек является соработником Божиим. Даже полный атеист. Если у него рождается ребенок, он этим самым выполняет волю Божию, который сказал плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Потом верует человек, не верует. Он все равно в какой-то степени хоть чем-то обязательно служит Богу. Но мы, христиане, должны делать это осознанно, целенаправленно. И наша жизнь должна быть так же прекрасна, как жизнь Господа нашего Иисуса Христа и всех Его святых. Аминь. Благословение Господне на вас, как и благодатью человека и людям всегда не приспал и во вере. Аминь. Аминь.